Невер Мур, книга первая, испытания Морриган Кроу, глава пятая, добро пожаловать. Они приземлились с глухим стуком. Снаружи всё заволакивал сплошной белый туман. Тишина, неподвижность. Казалось, Джакал Факс и шумная толпа на площади просто перестали существовать. Морриган сглотнула комок в горле. Может, это и есть смерть, а вокруг лучший мир? Что-то не похоже. В ушах ещё стоял звон, мутило, а порезанная ладонь болезненно пульсировала, покрывшись коркой засохшей крови. Сколько Морриган не вглядывалась в туман, никаких вышних с распростёртыми объятиями она не заметила. Да и ангельского хора что-то не слышно. Что бы это ни было, лучший мир не здесь. Но и на Джакал Факс не похоже. Услышав стон, она обернулась. Рыжий Юпитер с мучительной гримасой вылезал из водительского кресла. Извини, я думал, получится мягче. Ты как? Да вроде ничего. Морриган глубоко вздохнула и снова огляделась, стараясь выбросить из головы жуткие образы дикой охоты. Где мы? Какой странный туман. Впечатляет, не правда ли? Улыбнулся Юпитер. Пограничный контроль, виновата, добавил он, будто это всё объясняло. Оборвав её новый вопрос, кабинку Октавии заполнили жужжание и треск. Назовите своё имя и принадлежность, прогрохотал бесстрастный казённый голос из динамика, который непонятно где находился. Казалось, звук идёт со всех сторон. Юпитер взял с панели управления небольшой серебристый микрофон и дунул в него. «Привет, привет!» – заговорил он. «Здесь капитан Юпитер Норд из Вундерколлегии, Лиги Исследователей и Федерации Отельеров Невермура, а также мисс Морриган Кроу из...» «Неоткуда пока». Он подмигнул, она ответила робкой улыбкой. Жужжание стало громче. Из белёсого тумана за окошком высунулась длинная механическая рука с огромным, с голову величиной глазом на конце. Глаз поморгал, окинул внимательным взглядом кабинку и пассажиров. «Вы прибыли из седьмого кластера свободного штата через портал Маунт Флориан», – продолжал бездушный голос. «Подтверждаете?» – Морриган зябко поёжилась. «Подтверждаю», – произнёс микрофон Юпитер. «Имелся ли у вас допуск к посещению седьмого кластера?» «Да, конечно, академико-дипломатическая виза», – он кашлял, предупреждающий взглянув на Морриган. «Мисс Кроу постоянно проживает в Баркли Тауне, седьмой кластер». Мисс Кроу слыхом не слыхала ни о Баркли Тауне, ни о седьмом кластере. Она смотрела на своего спутника с растущим любопытством и тревогой. «Что за портал? Какая такая виза? Абсурд!» Кровь стучала в висках, заглушая даже механический голос снаружи. Между тем Юпитер отвечал пограничному стражу легко, спокойно и беспечно, с улыбкой громоздя враньё на вранье. «Имеет ли миссис Морриган Кроу допуск в первый кластер?» Допрос продолжался. «Разумеется. Виза на продолжение образования с видом на жительство. Предъявите ваши документы». «Документы?» Юпитер слегка смутился. «Ах, да, конечно, документы! Совсем забыл! Погодите, сейчас! Что-то тут у меня было!» Затаив дыхание, Морриган наблюдала, как рыжий лихорадочно роется в бардачке, перебирая всякую всячину. Наконец он с довольной улыбкой достал пустую обёртку от шоколадки и приложил её к стеклу напротив механического глаза. Бред, да и только! Наступила тишина. Морриган уже приготовилась к завыванию сирен, рокоту моторов и топоту стражников, выбивающих дверцы Октавии. Треск и жужжание возобновились. Голос в динамике тяжело вздохнул и прошептал. «Не мог найти что-нибудь поприличнее!» «Ну вот нет, веришь!» — шепнул в ответ рыжий, виновато пожав плечами. Молчание затянулось. Наконец грозный голос прогрохотал. «Можете следовать дальше!» Вот и славненько. Юпитер снова уселся в кресло и пристегнул ремень. Морриган с облегчением перевела дух. «Будь здоров, Фил!» «Вышние силы!» Динамика раздался оглушительный треск и свист помех, как будто микрофон уронили на пол, затем еле слышный шёпот. Просил же не называть по имени, когда я на посту. «Ой, извини! Мэйзи от меня привет и поцелуи!» «Заходи пообедать на той неделе, самый передашь!» «А то! Не грусти, дружище!» Юпитер бросил микрофон на приборную доску и повернулся к Морриган. «Добро пожаловать в Невермур!» Туман рассеивался, открывая вид на величественную каменную арку. От серебристых ворот исходило мерцающее сияние, словно жара от горячей печи. Невермур. Морриган видел это название лишь однажды, в письме со ставкой от Вундерколлегии, но тогда оно ни о чём не говорило, просто слово и слово. «Невермур», — повторила она шепотом, — звучит интересно, будто что-то секретное, принадлежащее ей одной. Юпитер тем временем запускал двигатель, одновременно читая вслух с дисплея. Местное время 6.13 утра, первый день рассвета, весна первого года, третьей эпохи аристократов. Погода, прохладно, но ясно. Общее настроение в городе оптимистическое, сонное, слегка похмельное. Створки ворот со скрипом разъехались. Арахнопод вздрогнул, оживая. У Морриган захватила дух. Она никогда не бывала за пределами родного города, и то, что оказалось за воротами, застало её врасплох. В Джакалфаксе всё было чистенько и упорядоченно, и, короче, обыкновенно. Дома стояли бок о бок ровными рядами, одинаковые, кирпичные, по сторонам аккуратных прямых улиц. С тех пор, как полторы сотни лет назад был построен первый район, к нему присоединились всё новые и новые. Если не совсем в таком же стиле, то достаточно похожим, чтобы сделать вывод, посмотрев сверху. Весь город строил один и тот же скверный архитектор, обиженный на жизнь. Невермур ничем не походил на Джакалфакс. Мы на юге, Юпитер ткнул пальцем в план города на приборной доске. Арахнопод неспеша трусил на полусогнутых, по ещё темноватым притихшим улицам, время от времени уступая дорогу редким пешеходам. На мостовой во множестве виднели свидетельства ночных гуляний. Фонарные столбы и ограды домов пестрели воздушными шариками и флажками, а первые мусорщики уже собирали пустые бутылки. Впрочем, кое-кто из скалобродов ещё оставался на ногах и упорно не желал заканчивать праздник. В голубоватой предрассветной мгле кучка молодых людей на пороге пивной выводила нараспев, хватаясь друг за друга, чтобы не свалиться. «Греби, мой друг, покуда жив, сквозь бурный времени прилив. Пит, фальшивишь! Нет, нет, стоп, стоп, говорю, фальшивишь же! Во тьме нас ждёт весны причал, как в ночь было эпохи ждал. Да нет же, в конце ниже, а ты вверх тянешь!» Октавия мерно переступала восьмю ногами по узким булыжным улочкам, кривым переулкам и широким бульварам, сдержанно старомодным и причудливо нарядным. Здравствуйте, я Евгений Сосновский. Продолжаем чтение книги «Невермур». В Джакалфакси каждый знал, что в состав Зимней Морской Республики входит четыре штата – Саутлайт, Проспер, Дальневосточный Санг и, конечно же, родной Большой Вальфакр, за пределами которого большинству горожан бывать не приходилось. «Этот», – ответил Юпитер, направляя Арахнопод в боковую улочку. «Свободный он и есть свободный, по-настоящему. Штат номер пять, о котором учителя тебе не рассказывали, потому что сами не в курсе. Фактически мы даже не входим в республику». Он обернулся и многозначительно шевельнул бровями. «Без приглашения сюда не попадешь». «Поэтому и дикая охота не смогла пролезть за нами в часы на башне?» Морриган снова усел из пассажирского кресла. «У них не было особого приглашения?» «Ну, в общем, да». Она вгляделась в его лицо и снова спросила. «Сюда они точно не могут попасть?» Юпитер не сводил глаз с дороги. «Ты здесь в безопасности, Морриган. Можешь мне поверить?» Радость ее слегка потускнела. «Он так мастерски врал на пограничном контроле, а теперь отвечает уклончиво. Ладно, все равно с этой странной ночью и странным местом пока ничего не понятно. Может, хотя бы что-то другое удастся выяснить. А вопросов столько, что в голове не помещаются. А почему?» Она озадаченно моргнула. «Я все-таки не понимаю. Почему я не умерла во тьму? Должна же была. Если быть точнее, ты должна была умереть в полночь тьмы». Юпитер ударил по тормозам, пропуская кошку через дорогу. Потом снова нажал на акселератор. Морриган уцепилась за кресло побелевшими пальцами. «Просто полночи не случилось. Для тебя, во всяком случае. Время в Невермуре на девять часов опережает ваше, а ты проскочила сюда напрямую. Обманула смерть. Ну и молодец. Есть хочешь?» Она покачала головой. «А охота эта дикая! Зачем они вообще за нами гнались? Не гнались, а охотились. И не за нами, а за тобой. Они охотятся на всех проклятых детей. Проклятие есть проклятие. Так и приходит смерть. Вышние силы. Я помираю с голоду. Жалко нет времени остановиться перекусить». У Морриган пересохло в горле. «Охотятся на детей? Только на детей с проклятием. Так сказать, узкая специализация». «Но зачем?» Вопросы в голове завертились вихрем. Их кто-то посылает. Раз было предсказано, что я должна умереть в полость. Эх, бутербродик бы с ветчиной. То почему они явились так рано? Без понятия. Несмотря на обеспеченный тон, лицо Рыжего было мрачным. Он переключил передачу и свернул в кривую улочку с булыжной мостовой. «Может, на вечеринку хотели успеть? Кому охота работать в праздник?» «Знаю, что ты думаешь, Морриган!» Ухмыльнулся Юпитер, запирая Октавио в гараже. Потянул за цепь, опуская подъемные ворота. Дыхание его вырвалось облачком с тылом в воздухе. «Невермур так прекрасен! Как же я не знал о нем раньше? Прямо в точку! Лучше места не найдешь на всей безымянной сфере!» Устало взъерошив пальцами свою медную шевелюру, он скинул с плеть шикарное синее пальто и укутал им девочку. Длинные полы подметали землю, руки терялись в рукавах, но Морриган запахнулась поплотнее, и по телу в сколе разлилось блаженное тепло. Он взял ее за руку и двинулся по улице широкими быстрыми шагами сквозь предрассветную дымку. Архитектура тут у нас просто невероятная. Отличные рестораны и с транспортом вполне прилично. «Климат превосходный! Холодно зимой! Ни зимой, ни холодно! Как раз то, что надо!» «Да и пляжи еще! Ну, пляжи, честно говоря, дрянь! Но нельзя же требовать всего сразу!» Морриган изо всех сил старалась поспевать, не столько за стремительным монологом, сколько за длинными ногами своего провожатого, который почти бежал. Мельком взглянула на табличку. «Хамдингер-авеню!» «Ой, не могу больше!» – пожаловалась наконец она, припадая на сведенное от быстрой ходьбы ногу. «Может, передохнем?» «Нельзя!» – бросил он. «Опаздываем!» «Куда? Увидишь!» «Так о чем я?» «Ах, да, пляжи!» «Пляжи у нас никакие, но зато есть тролизей!» «Ты будешь в восторге!» «Если, конечно, любишь смотреть на драки!» «Тролли дерутся по субботам, а по вторникам кентавры гоняются на роликах. Роллер, дерби, слыхала?» «Каждую вторую пятницу бывает зомби-пейнтбол. Еще бои идинорогов на Рождество, июньские гонки на драконах. У Морриган голова шла кругом. Она слыхала о кентаврах, которых осталось немного в дальневосточном Санге, и о диких драконах, само собой. Но гонки на них – это же так опасно! Кому может прийти в голову оседлать дракона? Тролли, зомби, единороги! Тут уж он загнул, скорее всего!» Юпитер свернул врученников переулок и понесся дальше, петляя по лабиринту проходов и дворов. Морриган совсем выбилась из сил, но, наконец, он остановился у покосившейся деревянной двери с табличкой. Потускневшие золоченые буквы гласили «Отель Девкалеон». «Вы живете в отеле?» Задыхаясь, едва выговорила Морриган. Юпитер не успел ответить, торопливо перебирая связку бронзовых ключей. Дверь внезапно распахнулась, и Морриган, отшатнувшись, едва не опрокинулась навзничь. На пороге сидела кошка. Она едва помещалась в дверном проеме. Даже сидя не помещалась, и поэтому пригибала голову. Такой огромной и страшной кошки Морриган в жизни не видела. Морда плоская и широкая, как будто раздавленная о стену. Серая шерсть дыбом. Из клыкастой пасти вырывается шипение. Не дать не взять усопший кухаркин кот из поместья Кроу. Но только гигантский, из далеких доисторических времен. Однако потрясение от вида чудовищного зверя показалось Морриган ерундой, когда он повернул свою громадную серую голову к Юпитеру и заговорил. «Завтра ко мне привел. Вижу».